Лев Толстой Лев Толстой Лев Толстой Лев Толстой Она ей сделала движение, как будто хотела встать Как же я останусь один? Без нее с ужасом подумал он Постойте, я давно хотел спросить у вас одну вещь Пожалуйста, спросите Вот, сказал он и написал начальные буквы К, В, М, О, Э, Н, М, Б, З, Л, М, И, Т Буквы эти значили, когда вы мне ответили Этого не может быть, значило ли это, что никогда или только тогда Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу Но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того Поймет ли она эти слова Она взглянула на него серьезно, потом отперла на хмыленный лоб на руку И стала читать Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом То ли это, что я думаю Я поняла, шепотом сказала она Какое ты слово сказала, указывая на Н, которым означалось слово «никогда»? Это слово значит «никогда», сказала она, но это неправда Он быстро стер написанное в подлоге имел и встал Она написала Т, Я, Н, М, И, О Он вдруг просиял Он понял, это значило, тогда я не могла иначе ответить Он посмотрел на нее вопросительно робко Только тогда? Да, ответила ее улыбка А ты? А теперь? Ну так вот прочтите Я скажу то, чего бы желала Очень бы желала И она написала начальные буквы Ч, В, М, С, И, Б, Ч, Б Это значило, что бы вы могли забыть и простить, что было Он выхватил мел напряженными дрожащими пальцами Сломав его, написал начальные буквы следующего Мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас Она посмотрела на него с остановившейся улыбкой Я поняла Сказала она, покраснев Он сел и написал длинную фразу Она все поняла и не спрашивая его, так ли, тотчас же ответила ему Он долго не мог понять то, что она написала и часто взглядывал в ее глаза На него нашло затумение от счастья Он никак не мог понять тех слов, какие она разумела Но в прелестных, сияющих счастья в глазах И он понял все, что ему нужно было знать И он написал три буквы Но он еще не кончил писать И она уже читала за его рукой И сама докончила и написала ответ Да Секретаря играете, сказал князь, подходя Ну поедем, однако, если ты хочешь поспеть в театр Левин встал и проводил Китти до дверей В разговоре их все было сказано Было сказано, что она любит его И что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром Когда Китти уехала и Левин остался один Он почувствовал такое беспокойство без нее И такое нетерпеливое желание поскорее, поскорее дожить до завтрашнего утра Когда он снова увидит ее и навсегда соединится с ней Что он испугался как смерти этих 14 часов Которые ему предстояло прожить без нее Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь Чтобы как-нибудь не оставаться одному Чтобы обмануть время Степан Аркадьевич был для него самый приятный собеседник Но он ехал, как он говорил на вечер, в действительности же в балет И Левин только успел сказать ему, что он счастлив и что он очень любит его Ну что, не пора умирать, сказал Степан Аркадьевич, пожимая руку Левина Нет, сказал Левин И чтоб не оставаться одному, он прицепился к своему брату Ты куда едешь? Я в заседание Ну я с тобой, можно? Отчего же, поедем? Улыбаясь, сказал Сергей Иванович Что с тобой нынче? Со мной Со мной счастье Сказал Левин, опуская окно кареты В котором они ехали И ничего тебе отодушно Со мной счастье Отчего ты никогда не женился? Сергей Иванович улыбнулся Она кажется славная дева Начал было Сергей Иванович Не говори, не говори, не говори, закричал Левин Она славная девушка Были такие простые, низменные слова Столь несоответственные его чувству Но все-таки можно сказать, что я очень этому рад? Это можно, можно Завтра, завтра и больше ничего, ничего Молчание, сказал Левин И запахнув его шубой, прибавил Я очень тебя люблю Был второй час, когда Левин вернулся в гостиницу И испугался мысли о том Как он один теперь Со своим нетерпением проведет Остающиеся ему еще десять часов Он почти ничего не ел за обедом Отказался от чая и ужина Он гробовщик, но не мог думать об ужине Он не спал прошлую ночь, но не мог думать о сне В комнате было свежо, но его дужила жара Он отворил обе форточек и сел на стол против форточек И за покрытой снегом крыши видны были узорчатые с цепями крест И выше его поднимающийся треугольник созвездия возничного с желтояркой капеллой Он смотрел на этот чудной формы, молчаливый, но полный для него значение крест И на восходящую желтояркую звезду В седьмом часу зашумели полотеры, зазвонили к какой-то службе И Левин почувствовал, что начинает зябнуть Он закрыл форточки, умылся, оделся и вышел на улицу И что он видел тогда? Того после он уже никогда не видал В особенности дети, шедшие в школу Голуби, сизые, слетевшие с крыльца на тротуар И сайки, которые выставила невидимая рука, тронули его Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа Все это произошло в одно время Мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина Голубь затрещал крыльями и отпорхнул А из окна пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся И заплакал от радости Сделав большой круг по газетному переулку и Кисловке Левин вернулся в гостиницу и, положив перед собой часы, сел, ожидая в двенадцати В соседнем номере что-то говорили о машинах и о бане И кашляли утренним кашлем Они не понимали, что стрелка подходит к двенадцати Стрелка подошла Левин вышел на крыльцо Извозчик был прелестен в белом Высунутом из-под кафтана на налитой красной крепкой шее вороте рубахи Сани у этого извозчика были высокие, ловкие Такие, на каких Левин после уже никогда не ездил И лошадь была хороша и старалась бежать, но не двигалась с места Извозчик знал дом Щербацких И особенно почтительно к седоку, округлив руки и сказав Пру, осадил у подъезда Швейцар Щербацких, наверное, все знал Это видно было по улыбке его глаз и по тому, как он сказал Ну, давно не были, Константин Дмитриевич Первое лицо, которое он увидел, была мадмуазель Линон Только что он заговорил с нею, как вдруг за дверью Быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету И его счастье Его жизнь Он сам лучший его самого себя То, чего он ждал так долго, быстро-быстро близилось к нему Она не шла, но какой-то невидимой силой неслась к нему Он видел только и яркие, и правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, что наполняло и его сердце Глаза эти светились все ближе и ближе, ослепляя его своей радостью любви Она остановилась в подле самого него, касаясь его Руки ее поднялись и опустились ему на плечи Она сделала все, что могла Она подбежала к нему и отдалась вся, робея и радуясь Он Опытил ее И прижал кубок к ее рту, искавшему его поцелуя